В маленьком зале артист большой сцены. Артём Науменко специально приехал из Москвы, чтобы дать концерт в стенах родного лицея. Здесь он когда-то впервые сел за парту, здесь же впервые сыграл. Это было всего в 6 лет, теперь виртуозу 15. Впрочем, молодость таланту не помеха. Его талант оправдал себя, его трудолюбие и трудоспособность доказали, что он имеет право играть в лучших концертных залах мира, поэтому его биография еще такого юного музыканта уже полна самыми престижными событиями. Событий действительно много. Со своими концертами Артём уже объездил полмира. А московские сцены принимают молодого виртуоза как своего. Уже три года флейтист учится в столичной музыкальной школе при консерватории. Найти дорогу в светлое будущее помогли родители. Для этого они специально переехали в Москву. Вся творческая жизнь сына теперь на их глазах. Он, как говорится, жаждет выступать. Он хочет выступать. Вот, например, мы ведем хронологии всех его концертов, начиная с первого. Сейчас это, начиная, допустим, с 6-летнего возраста, это больше 150 концертов. Хотя юный виртуоз и окунулся с головой в музыкальный омут, о школе все же не забыл. Ее заканчивал заочно. Учителя утверждают, как в музыке, так и в учебе равных Артёму нет. В аттестате одни пятерки. Радует то, что, ну, в общем-то, известно, что у нас в лицее очень большие учебные нагрузки. И что Артём, несмотря на то, что очень сильно и упорно занимался в свое время, добился таких успехов в музыке. Сегодня Артём не только играет, но и сам сочиняет. Уже вышел не один сборник музыкальных произведений. Свою музу юный флейтист ждет в любой момент. Впечатления от каких-то событий, природы или какие-то... Вот я посвящаю песни разной школе, событиям с друзьями или какие-то моменты в природе, поездки. Планы на будущее у юного виртуоза грандиозные. Три года в музыкальном колледже, затем консерватория. И хотя Артём только что получил долгожданный артистат, о каникулах даже не думает. Музыканты его флейту уже ждут во Франции.